Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. В 4 часа 47 вопросов. От международной политики до проблем регионов. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Плюс 10 в квартире. В Каношении могут признать дом аварийным. Петушок с золотой гребешок. В центре Чебоксара установили символ приближающегося года. Сегодня в Москве прошла 12-я пресс-конференция президента России Владимира Путина. В центре международной торговли работали мои коллеги Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Большая пресс-конференция Владимира Путина продолжает бить рекорды. В центре международной торговли Москвы настоящий ажиотаж. В этом году здесь собралось порядка полутора тысяч человек. Это и журналисты из всех регионов России, а также наши коллеги из уребежных стран. Эстонии, Турции, Америки. География довольно широкая. За считанные часы до начала пресс-конференции фойе Международного центра торговли превращается в творческую мастерскую. Чтобы задать вопрос Владимиру Путину, кто-то рисует плакаты, а кто-то одевает национальные костюмы. Вот так решил привлечь неумания прецедента журналист Крымского телеканала. Журналист Ярославской газеты приехал на пресс-конференцию с огромным плакатом «Спасите нашу Волгу». Евгений Новиков уже не первый год исследует экологическую проблему Великой Русской реки. Говорит, что из-за этого страдают многие населенные пункты. Все деревни, все села, то, что по Волге, природоохранные службы расписывают, что все стекает на рельеф местности. Но это так глумливо, а не изящно выражаются. И проблема всех волжских городов. Поэтому я хотел бы поставить вопрос перед уважаемым Владимир Владимировичем. Дай Бог ему здоровья и спасибо ему, что он Россию с колен наконец-таки поднял. Чтобы была первоочередная задача государства по очистке сточных водок. Многие журналисты из регионов признавались нам, что шансы задать вопросы президенту равны нулю. Но постоянные участники пресс-конференции говорят, что это не так. Главное проявить фантазию. И вы, если посмотрите внимательно пресс-конференции, в начале действительно дается возможность задать вопросы журналистам Кременовского пула. И пресс-конференция президента неоднократно объясняла, почему. Потому что действительно журналисты Кременовского пула в течение года ездят, колесят сутками напролет вместе с президентом на его визиты. Но поэтому они имеют некое моральное право, мне кажется, все-таки открыть пресс-конференцию. Но заметьте, опять же, что это занимает минут 30-40, а дальше 3 часа с лишним еще. Это региональные журналисты. Для Владимира Путина нынешняя пресс-конференция 12-я по счету впервые за все эти годы президент перенес сообщение с прессой на день. Накануне в Москве прощались с российским послом, убитым на этой неделе в Турции. Вопросов о международных отношениях сегодня прозвучало немало. Но все же одной из ключевых тем пресс-конференции стала экономика. Владимир Путин заметил, что наметился рост по целому ряду показателей. Продлагаю послушать ответ президента. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП в стране. И, скорее всего, погода у нас и будет минус 0,5-0,6. За счет чего происходит этот рост? За счет роста в некоторых отраслях реального сектора экономики. Это в машиностроении. У нас плюсы по грузовикам, по тяжелому машиностроению. Владимир Путин рассказал и о других итогах. В этом году, по мнению президента, произошли глобальные перемены в легкой промышленности и агросекторе. Поддержка этих отраслей будет продолжена. Сегодняшняя настройка и сегодняшние структурные изменения в самой сельскохозяйственной отрасли показывают, что тот результат, который мы имеем, он просто является уникальным, создает очень хорошие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства. Был поднят вопрос о задолженности регионов. Президент страны отметил, что эту проблему в федеральном правительстве пытаются решить. К примеру, в Минфине субъекты перекредитовывают под минимальные ставки. Журналисты подняли немало социальных тем. В частности, у президента поинтересовались, не стоит ли в стране реформировать институт досрочных пенсий. Это требует тщательного анализа. У нас очень много категорий выходящих на пенсию досрочно. Я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что там и как планируется. Но одно хочу отметить. Любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно. Еще одной проблемой журналисты называют неналоговые сборы. Путин пообещал, что в правительстве этим вопросом займутся. В следующем году должен появиться реестр таких платежей. Возможно, что некоторые сборы регионам придется отменять. По сути, замечают эксперты, ответы президента можно называть прямым сигналом к действиям. Как на них реагируют власти, станет известно позже. Журналисты замечают, что нынешняя пресс-конференция президента отличалась от предыдущих. Часто Владимир Путин сам выступал в роли ведущего и лично выбирал авторов вопросов, делая ставку не только на президентский пул, но и региональную прессу. Общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут. За это время глава государства успел ответить на 62 вопроса. Рекорд прошлого года был побит. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Комфортный бизнес-климат привлекает в республику все больше партнеров. Страховая компания «Гражданский страховой дом» – один из ведущих страховщиков российского рынка, теперь в Чувашии. Соответствующее соглашение подписали глава Чувашии Михаил Игнатьев и президент компании Андрей Поляков. Гражданский страховой дом работает в сфере страхования более 10 лет. Среди клиентов – предприятия наукоемких отраслей промышленности, такие как госкорпорация «Роскосмос», «Военторг». Спектр услуг широк – более 40 видов страхования. Нам очень приятно именно в вашем регионе открыть свое представительство и начать здесь работу, чтобы, конечно, максимально свести все риски в области и здравоохранения граждан, и в плане строительства, и жизни, и развития региона. Это международная практика – снимать эти риски, чтобы бизнес мог разбиваться. И мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы здесь работать было комфортно, и граждане вашей републики были довольны нами. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что компания является надежным партнером и профессионалом в своем деле. В приоритете – сотрудничество именно с такими организациями. Чувашия – открытый регион. Во-первых. Во-вторых, в этой конкурентной среде всем хватает места, у кого наиболее благоприятные условия всегда идут на контакты, на принципы уважения, доверия и работы. Полагаю, после подписанных документов мы получим дополнительные импульсы, и наши жители, и физлицы, и юрлицы будут, соответственно, заключать соответствующие соглашения. Я в этом уверен. И будет обеспечена страховая защита на любые риски. Андрей Ильич, давайте пожмем друг другу руку. Пожелаем. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. По данным Росстата, один житель нашей страны производит в среднем около 470 килограммов мусора в год. Специалисты считают, что если не решить проблему мусора, то отходы превратятся в восьмое чудо света. Активисты экологического движения по всей стране стараются научить людей правильному обращению с отходами. В Чувашии проблемам экологии также уделяет большое внимание. Сегодня в рамках четвертого экологического форума «Зеленая Чувашия» активисты-экологи со всей республики подвели итоги своей работы за 2016 год. Организаторы форума отмечают, что в последнее время вопросы экологии стали все больше и больше интересовать молодых людей. Люди стали правильно понимать и беречь нашу природу, то есть сохранять то, что вокруг нас находится. И в рамках этого форума уже формируется новое поколение. Это прямое взаимодействие, так что есть над чем работать. Я думаю, наша молодежь и мы вместе с ней создадим тот эффективный механизм взаимодействия природой человека. Активистам экологического движения республики есть чем гордиться. Помимо просветительской работы было сделано немало конкретных дел. Организован сбор батареек, макулатуры, проведено немало субботников. Их участниками стали тысячи человек по всей республике. Взрослые, школьники и даже воспитанники детских садов. Только усилиями учеников Алтышевской средней школы Алатарского района удалось собрать более пяти тонн макулатуры, а значит спасти от вырубки порядка 70 деревьев. За свои старания и неравнодушное отношение к природе сегодня ребята получили дипломы, благодарственные письма и ценные призы. В рамках форума работала выставка «Экоподелок». Юрий Трофимов в лесном хозяйстве уже более 30 лет. Дело свое очень любит. После засухи 2010 года, когда на вверенном ему участке погибли почти все осины и березы, вместе со своими помощниками буквально по крупицам восстанавливает лес. В год удается сажать около 10 гектар леса. В основном у нас дубовые леса в Калининском лесничестве. 50 на 50 процентов. Хвойные и дубовые, и березовые. Липа, березы, дуб. Занимаемся посадкой леса, осветлением, прочисткой. Помогают и школьники. У нас в Личнинстве 4 мастера. В наступающем году экологии работы предстоит немало. Минприрода собирается провести более сотни экологических мероприятий по всей республике. В планах внедрение новой системы обращения с отходами. Переход на новые технологии, которые помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Жители дома номер 5 по улице Кабалина в Канаше борются за признание своего дома аварийным. Второй год зимой в квартирах дома температура не поднимается выше 12 градусов. Многострадальные жильцы обращались в управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, администрацию города и госжилинспекцию Чуваши. Каждое ведомство дает свое объяснение тому, что в квартирах холодно. Наша съемочная группа попыталась узнать, почему температура в жилых помещениях не соответствует норме. Анастасии Балагановой 87 лет. Она инвалид и редко встает. За ней ухаживает дочь Валентина. Рассказывает, что уже все теплые вещи собрали, чтобы только согреть ветерана. Это ватное дно. Вот это пуховое. Когда утром устаем, температура 7-8 градусов. Включаем радиатор, нагреваем. Градусов до 10-11 нагреваю. Также холодно во всех квартирах этого дома. Галия Змуханова уже вторую зиму здесь не живет. Говорит, приходится снимать квартиру. Оно и понятно. Батареи холодные на окнах, лед на стенах плесень. Галия рассказывает, что неоднократно приглашали комиссии, составлялись акты. И в те дни было тепло. А на следующий вновь температура падала ниже 10 градусов. Прошедшая суббота, как раз за 20 была температура. В спальне у меня 0 градусов. 0 градусов. В зале 4 градуса. Как часто принято в таких ситуациях, управляющая компания кивает на ресурсоснабжающую организацию. А та, в свою очередь, наука. Эта температура не соответствовала нормативной, так как, значит, со стороны ресурсоснабжающей организации МПУК ЖКХ, значит, недостаточно, недопоставка, значит, теплоносителя в дом поступала. Этот дом обслуживает новую котельную. Это наш, которая построена на улице Трудовой. Котельная работает в штатном режиме. Стоят маяки на доме. То есть, дом имеет свойство рушиться. То есть, в нем очень большие тепловые потери. Если зайти в дом посмотреть, если вы там были, например, смотрели, там видно, что и по углу под потолком, и трещина стен, что рука пролезает. Когда летом проводится опрессовка домов, и должна быть проводится промывка, управляющая компания этим ничего не занималась. В день приезда нашей съемочной группы в Канаж в дом пришла и комиссия из администрации города. Специалисты проверяли температуру в каждой квартире. По их данным, температура действительно не соответствует норме. Сначала мы выезжали в 12 часов. Был произведен замер. Да, было плюс 6 в помещениях, но в двух квартирах. В одной было 17, но состоял отопительный, то есть обогревательный прибор. В начале 2016 года жители этого дома обратились в госжилинспекцию. Выводы специалистов однозначны. Администрации города необходимо признать дом аварийным и принять решение о переселении. Заключение. Мы дополнительно сообщаем, что госжилинспекция Чувашии направлена в адрес администрации города Канаж письмо о безотлагательном рассмотрении вопроса о признании дома номер 5 аварийным и принять решение о переселении жильцов данного дома. Сейчас в Канаше из аварийного жилья переселены 104 семьи. Их дома были признаны непригодными до 2012 года. Администрация города отчитывается, что программа переселения граждан из аварийного жилья будет выполнена. А вот судьбу домов, которые признают непригодными после 2012-го, решать должен муниципалитет. Сейчас администрация Канаша рекомендовала ресурсоснабжающей организации увеличить подачу тепла и минимизировать потери в сетях. Кроме того, власти города ждут решения прокуратуры и суда, которые признают дом аварийным. А пока жителям дома номер 5 по улице Кабалина в Канаше приходится обогреваться кто как может. Ну я много не включаю обогреватель. Те квартиры, там маленькие дети, там они много включают. У них очень это сказывается. Меня бабушка ругает, что не включай, дорого платить будет. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. 12 тысяч вкладчиков Татфондбанка на территории Чуваши с понедельника начнут получать страховые выплаты. Банком-агентом выбран Сбербанк. Уже с понедельника вкладчики Татфондбанка могут обращаться в офисы финансового учреждения. В декабре агентство страховых выплат сообщило о наступлении страхового случая в отношении Татфондбанка. Кредитное учреждение – участник системы обязательного страхования вкладов. И каждый вкладчик, будь то частное лицо или предприниматель, может получить свои деньги, вложенные в Татфондбанк. Выплаты будут производиться в 59 филиалах Сбербанка. Их список размещен на сайте агентства страхования вкладов. Всю информацию по организации выплат можно узнать на сайте агентства по страхованию вкладов. По Чебоксарам и по городу Новочебоксарску все наши филиалы будут работать с 7 утра. И до 8 вечера. То есть мы специально сделали так, чтобы люди могли и до начала рабочего дня, и после окончания рабочего дня прийти в банк и спокойно провести все свои операции. Можно будет как получить наличные по своим вкладам, так и перевести деньги. Или положить на вклад – это уже дело каждого клиента. В соответствии с условиями выплаты и законодательством мы выплачиваем не более 1,4 млн рублей и по рублевым, и по валютным вкладам. С собой нужно принести будет только паспорт и на месте оформить заявление. Санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами, протезами, ортопедическим оборудованием. В программу реабилитации пострадавших на производстве граждан входят все эти льготы. В отдельном списке люди с нарушением функции ног. Им положен специализированный автомобиль. На этой неделе ключи от адаптированной «Лады Гранты» получили 9 жителей республики. Обладателями автомобилей стали жители Чебоксара и шести районов республики. Двое мужчин получили автомобиль впервые. Семеро повторно по истечении срок эксплуатации ранее выданного автомобиля. В этом году я вам хочу сказать о том, что заявление на обеспечение автотранспортом нами получено согласно программам реабилитации на 21 получателя. 6,5 миллионов рублей нам выделено на обеспечение автотранспорта. Мы смогли до конца 2016 года по всем итогам конкурентных процедур в этом году приобрести 14 автомобилей. В этом году впервые все машины оборудованы автоматической коробкой передач. Новоиспеченные автовладельцы тут же оценили комфортабельность автомобилей. В их багажник без труда влезает инвалидное кресло. За 16 лет региональное отделение фонда соцстрахования обеспечило специальными автомобилями 132 пострадавших. Дарина Игнатьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Театр юного зрителя нашел свой дом. Теперь он будет располагаться на площадях бывшего кинотеатра «Сеспель». Сегодня там прошла конференция министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашия Константина Яковлева. О том, что будет с теми организациями, которые работали там минувший год, смотрите в нашем репортаже. Они долго не верили своему счастью и только после подписания официальных бумаг облегченно выдохнули. Теперь у нас точно есть дом. В бывший кинотеатр «Сеспель» переезжает из ДК «Трактора строителей» театр юного зрителя имени Сеспеля. Судьбоносное совпадение названий. Об этом я мечтал всю жизнь. Вот бывало, выезжаешь в другие регионы, там в Татарстан, Мариэл или куда-то еще в Башкортостан. Такие красивые здания, особенно в Уфе. Вот эта мечта, она вот всегда преследовала. И действительно, на самом деле, вот поэтому большое-большое-большое спасибо всем. Сотрудники театра воодушевленно взялись за ремонт. Уже поменяли полы, окна, двери, установили сцену. Будем закупать свет и звук. Для нас открываются двери для того, чтобы делать, здесь проводить фестивали разного уровня. У нас есть республиканский детский фестиваль «Аванс-сцена». Тоже мы будем продолжать. И, наконец-то, мы, наверное, откроем двери студии. А пока для детей мы еженедельно будем проводить спектакли в малом зале. По субботам. Также в здании Сеспеля пока продолжают работу КВН «Чуваши», медиа-центр «Куча Мала» и компания «Артефакт». С ними мы общий язык нашли со всеми. Здесь мы врагами не останемся, потому что город маленький, естественно, да. Город маленький, мы хотим с ними дружить. КВН, значит, они сейчас захотели, они хотят в филармонию переехать. То есть мы сейчас подыскали помещение филармонии для них, которое их очень устраивает. Площадь мы обеспечим. Украшенная елкой афиши уже зовут юных зрителей на новогоднее представление. Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика. Сделать все, чтобы новогодние рождественские праздники прошли без происшествий. Такую задачу поставил глава Республики во время заседания антитеррористической комиссии. Михаил Игнатьев обратил внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы технических средств контроля за городскими и республиканскими объектами повышенной опасности. Глава региона отдельно остановился на теме распространения контрафактной алкогольной продукции. Он призывал жестко пресекать попытки продажи поддельного алкоголя и так называемых фанфуриков. В преддверии Нового года столицы республики меняют свой облик. Разноцветная иллюминация, украшенные елки, праздничные витрины магазинов. Все это создает неповторимую атмосферу праздника. Но картина была бы не полной без главного символа будущего года – огненного петуха. Вот такой яркий праздничный символ Нового года появился в центре Чебоксаровсквере по улице Карла Маркса. Будем надеяться, что он не повторит судьбу своего коллеги. Несколько лет назад символ дракона подожгли. Он не простоял и суток. Давайте будем добрее друг к другу. Собственно, для того, чтобы поднять настроение, вызвать улыбку у прохожих, и устанавливаются такие произведения искусства. Как правило, они не остаются незамеченными. А если символ года – петух в нарядном красно-желтом костюме, то пройти мимо него просто невозможно. Огненная окраска, грациозная осанка, струящиеся перышки – главное достоинство этого сказочного персонажа. Классическое представление о нем совпало с задумкой организаторов и художников. Более 10 лет – это уже традиция. Конкретно на этом месте мы ставим здесь фигуру. И у нас два варианта. Либо же из льда делаем композицию, либо же из мягкой игрушки. Символ разных лет делает один и тот же мастер – художник-конструктор Александр Жигарев. Он признался, что такое творчество ему по душе. Здесь он может проявить всю свою фантазию и опыт, приобретенный в том числе и в кукольном театре. А мы ее сделали из металла. Металл, конструкцию, поролон, ткань, флиз спустили. Потому что материал очень хороший. Петух – это птица с громким голосом и живым нравом. Он просыпается с первыми лучами солнца и, как символ, несет в себе новую жизнь. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Ближайший уикенд в Чебоксарах будет насыщенным, а центром событий станет Красная площадь. 24 декабря в Чебоксары прибудет главный зимний волшебник. Дедушка Мороз поздравит горожан и торжественно зажжет главную городскую елку. А затем на Красной площади поговорит со всеми желающими в своей резиденции. В 15 часов здесь же, на самом большом катке Чувашии, начнется праздничная дискотека. Ближе к вечеру все желающие смогут пройти новогодний квест. В этот же день будет работать и мастерская Дедушки Мороза, где маленькие горожане и их родители смогут своими руками смастерить новогоднюю поделку – открытку снеговика или ангелочка. В субботу же состоится праздничное шествие образовательных учреждений «Парад сказок-2017». А взрослым чебоксарцам в этот день предлагают отправиться на прогулку с врачом. Предновогоднюю прогулку проведет исполняющий обязанности главврача городской клинической больницы номер один Татьяна Богданова. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы вы можете смотреть на сайте ntrk21.ru. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова